Приветствую вас! Говорить о мотивации человека мне не представляется возможным, потому что мы его не знаем. Мы его не знаем, а я его не знаю. Поэтому говорить о том, что он хочет там стынь, или просто испугался ответственности, может быть у него еще какие-то есть мотивы так поступать, я не могу. Поэтому, что вам самой в этом смысле гораздо лучше, известно и понятно, что он хочет, и какую цель он преследует. Вот. Я так думаю. Я так думаю. По крайней мере. Вот. Что касается того, как вам себя вести, что вам делать, то я бы рекомендовал, наверное, не торопиться сейчас с какими-то решениями. Четкими. Я рекомендовал бы вам не торопиться сейчас с какими-то выводами, да, потому что человек, вполне вероятно, находится в раскрепанных чувствах. Я его не оправдываю, безусловно, я его не оправдываю, но я хочу, чтобы вы вот себе в этом отдавали отсчет. Все. Пообщайтесь с ним, посмотрите, как и что, как он будет себя вести, вот, что он будет делать и так далее. Вот. Я думаю, что это, этого будет достаточно, пока что. Для вас этого будет более чем достаточно, вот. А там дальше уже вы сможете для себя сделать какой-то вывод, вы сможете для себя что-то решить и что-то определить. Вот. На данный момент мне кажется, что вы имеете некоторые проблемы с мужчинами. то есть, ну, вы имеете проблемы в отношениях с мужчинами, вот. и вот, как мне так кажется. Конечно, там еще вот эта ваша история о том, что у вас возродились чувства и о том, что вы развились со своим мужем, что вас вот, ээээ, ну, не сложилось, не сложилось. сложились отношения, вот, всё это, мне кажется, нужно учитывать, потому что это касается непосредственно именно вас. Вот. Ну и чувства, о которых вы говорите, да, чувства, это тоже очень важная история, какие это чувства, что это за чувства, вот, кто-то понимает, мне кажется, этот момент, ну, тоже нужно исследовать вам, и, мне кажется, что разобраться, значит, со своими чувствами, да, вам необходимо. Для себя, вот, чтобы отдавать себе отсчёт, а в том, что же, собственно, всё-таки происходит. Что же всё-таки вам хочется, какие у вас эмоции, какие у вас ощущения, что конкретно вы хотите, ну, по отношению к человеку. Вот. Ну, я бы, да, я бы так сказал, я бы так сказал. Вот, в принципе, то, что можно, на мой взгляд, вам ответить. Ну, вот. Ну, значит, по-вашему, по-вашему вопрос, вот, если вы его действительно любите, если у вас возродили действительно чувства, то я полагаю, что, ну, имеет смысл подумать о том, чтобы сделать его счастливым вам. Правильно. Вот. А, ну, я так, по крайней мере, думаю. Ну, чтобы сделать его счастливым, вот, если вам это всё-таки интересно. Вот. И, соответственно, вообще, после этого для себя можно будет какие-то истории выявлять. Вот. Никаких поспешных решений я вам делать не рекомендую, потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Хотя, вот, с тем, как выстраивать отношения с мужчинами, да, ну, нужно определиться, потому что это, по-видимому, это очень важная и трепетная для вас тема. Вот. И в ней необходимо разобраться. Вот. Вот. Так, так мне видится ответ на ваш вопрос. Вот. Разобраться в чувствах к нему, разобраться в том, чего вы хотите, ну, от него. И, соответственно, ну, вот, было бы здорово, если бы всё вот это вы для себя определили бы. Вот. Естественно, чтобы это сделать, нужно, ну, нужно, ну, работа над собой, да. Вот. 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 Ну, 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 какой-то процесс. Вот, в принципе, в принципе, то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Прямо, прям вот сейчас. Надеюсь, что это было вам полезно, интересно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их кличку. в комментариях. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. в комментариях. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Глава. О. 2. 2.